Делавая Россия Делавая Россия Делавая Россия Делавая Россия нехорошую ситуацию, да, и они достают телефон и снимают не потому, что им безразлично, нет, просто они не знают, что делать в этой ситуации. И самое основное, мы дадим первичные знания для вот этой вот уверенности, и может быть, когда-нибудь наши знания помогут спасти чью-то человеческую жизнь. Пусть, конечно, таких ситуаций не происходит, но если что, то пусть наши дети будут к этому готовы. Цели проекта самые благие, что сразу вот так быстро нашли союзников в Еврейской автономной области. Да, очень многим откликается, ну, действительно, программа, потому что мы ее презентовали и в городе Капсомольске на Амуре, и в Хабаровске о ней уже известно. На базе группы компании ТАРИ в учебном классе, они нам, скажем так, предоставили площадку в том числе для того, чтобы мы реализовывали проект для учеников старших классов, потому что там есть манекен, очень современный, очень классный манекен, вот прям действительно, с точки зрения демонстрационного оборудования, сейчас возможности вообще очень такие большие. Также программа ориентирована для того, чтобы мы ее показывали в школах и в том числе во дворах, то есть там, где действительно тот социум, то место, где реально может что-то произойти. Уникальность самой программы в том, что, да, можно сказать, уроки ОБЖ, да, они в школах есть, но не во всех, хочу сказать, в школах есть. Я знаю, что есть некая проблема, ну, с точки зрения найти учителя на данный предмет. И уникальность программы именно в том, что она именно интерактивная, она вовлекает ребенка в процесс. То есть там, в том числе, там, один из вариантов реализации программы, это когда мы деткам предлагаем сделать какое-то домашнее задание со своими друзьями, либо с родителями. То есть они как бы проецируют ту или иную ситуацию в рамках тематики. Мама, у тебя перелом и мои действия. Да, да. И самое важное, что в момент экстренной ситуации они будут обладать не только теоретическими знаниями, но в том числе, возможно, их практический опыт, даже вот такой вот веселый, классный, там, с точки зрения, там, снять на телефон, возможно, им пригодится. Еще раз повторю, дай Бог, чтобы эти знания не пригодились. Но когда ребенок обладает этими знаниями, школьник, студент обладает этими знаниями, и им спокойнее, и нам спокойнее, мы все прекрасно знаем, ситуация экстренная может произойти с кем угодно. Я думаю, что каждый из нас очень бы не хотел, если бы кто-то в этот момент просто снимал его на телефон, не потому, что ему безразлично, а просто потому, что не знает, что делать. Знаю, что делать, да, вот в такие моменты, чтобы не впасть в ступор, а осознанно действовать, если уж ты достал телефон не для того, чтобы в соцсеть стримить это событие, а чтобы вызвать 112 хотя бы, да, и эту помощь оказать. И ведь дети, они играют-то своими компаниями, взрослых зачастую, да почти всегда рядом нет, и первыми помощниками друг к другу стать могут только они сами. Да, да. В Хабаровске уже какую-то обкатку проходил этот проект? Как-то реализация началась его? Интересно, какие реакции, отзывы, вовлечена ли молодежь? Этот проект реализовывается именно посредством медицинского комитета деловой России. И у нас есть председатель комитета, африканова Наталья Викторовна, которая на базе группы компаний ТАРИ, да, в своей организации начала проект «Школа милосердия». Это школа, где дают знания первичные для людей, у которых в семье по каким-то причинам оказались лежачие больные. То есть это и рука помощи для родственников, ну, такого рода вот больных, протянуть им руку помощи с точки зрения дать какие-то первичные знания. Это психологическая поддержка. Для элементарного ухода и просто слово доброе поддержать человека. И с 4 апреля реализация началась этой программы, и мы уже подключаемся. Наша программа «Знать, чтобы спасать» уже чуть побольше, чуть подальше во второй половине апреля мы будем привлекать деток, которые в группах определенного дня. Летом это будут детские площадки. Но опять же, еще раз повторюсь, программа очень разносторонняя, и мы сейчас в процессе создания разных вот этих интересных модулей, чтобы потом уже в школьный, скажем так, в учебный год, да, в следующий, мы уже могли максимально представить эту программу для разных возрастных категорий. Надо изучить, чем дети занимаются, какие риски ждут во дворе, какие в школе, какие между домом и школой по возрастам. И у них же есть и мопеды, и они и по гаражам бегают, они и купаться ходят. Это масса рисков, и это все надо предусмотреть этой программой. Хорошо, что вас поддерживает поликлиника Тари. Вот я задумался, найдется ли у нас в ЕАО в Биробиджане должное количество экспертов, врачей, которые могли бы при своей высокой нагрузке участвовать в вашем проекте. Мы таким образом создаем программу, что там, в принципе, по большому счету уже есть готовая методология, готовый алгоритм взаимодействия и реаниматолога, медицинского младшего персонала, и просто педагогов, которые могут именно красиво, интересно рассказать деткам. Потому что есть люди, которые эксперты, допустим, медики, но они могут показать, могут дать какую-то достаточно сложную медицинскую информацию, но есть люди, которые интересно расскажут. В принципе, здесь не надо обладать специальными медицинскими знаниями. Любой адекватный взрослый может это передать, если просто самую небольшую подготовку пройдет в рамках проекта. Да, да. И сама программа, она смотрит на все вопросы гораздо шире. То есть, если, допустим, это подростки, то мы затрагиваем и тему, все, что касаемо наркологии, все, что касаемо венерологии. То есть, сама программа – это именно предупредить. Суть конференции была – это профилактика. Мы рассказывали о профилактике здорового образа жизни с точки зрения педиатра, с точки зрения стоматологии. И здесь это предупредить ту или иную ситуацию. То есть, ты знаешь, что в этой ситуации сделать. И когда наши подростки оказываются в той или иной ситуации, где им либо что-то предлагают, либо, скажем так, они уже обладают знаниями и понимают, что это плохо. Это может привести к тому-то, к тому-то. То есть, знать, чтобы спасать. А главное – не только знать, но и суметь практически реализовать. Не испугаться, действовать адекватно и правильно. Мне еще подумалось, что, может быть, эта программа может иметь и такой довольно серьезный профориентационный какой-то эффект. Кому-то сильно понравится, и он доктором станет. Вы знаете, сейчас даже подошли коллеги с мероприятия, с конференции, и предложили пригласить в наш проект экспертов страны МЧС. Тоже, честно, даже не подумали об этом, но оказалось, действительно, это те люди, которые в первую очередь приходят на помощь. То есть, чем больше людей вовлекается в этот проект, тем больше дают классных, действительно, хороших советов. И этот проект действительно можно уже дальше расширять, расширять и масштабировать. Новые грани появляются. Да, с точки зрения профориентации, согласна, он, конечно, однозначно, когда ребенок погружается, да, ну, условно, в профессию, конечно, у него в чем-то уже начинает проявлять интерес. Может быть, кто-то захочет стать спасателем, может, кто-то захочет стать медиком. Но деловая Россия, она смотрит на эти вопросы намного шире, да. Казалось бы, я не медик, да, у меня высшее экономическое образование, я там руководитель компании, но я, почему я в этом проекте? Ну, потому что мама, потому что я понимаю прекрасно, что сейчас такое время, когда очень важно сплочение, очень важно ценность человеческой жизни, ценность человеческого здоровья, и наша задача именно донести эти ценности до наших детей. Такого рода проекты они будут сплачивать. Сейчас вот то самое время, когда действительно регионы должны объединяться. И должны объединяться не с точки зрения там, в том числе экономической, да, говорю, как представитель делового объединения, а с точки зрения и социального тоже, социально-экономического. И возвращаясь к вопросу профориентации, да, действительно, мы сейчас углубились в вопрос со стороны делового объединения именно в таком ракурсе, чтобы наши дети, школьники, студенты имели возможность погружения в профессии. У нас очень много направлений, да, у комитетов, там, строительные, медицинские, IT и многие другие. И нашим детям нужно дать возможность, чтобы они понимали возможности своего региона, возможности соседних регионов, возможности, в принципе, Дальнего Востока. И по работе, и по карьере. И по работе, и по учебе, и по знаниям. И имели возможность через экскурсии погружаться в профессии. И самое главное, погружаться через экскурсии в действующие предприятия. И таким образом они будут действительно видеть реальный потенциал нашего региона, реальный потенциал Дальнего Востока. И дай Бог, мы остановим таки отток населения, потому что он все равно, он имеет место быть. И я думаю, что мы все-таки привнесем в свой вклад, чтобы чуть-чуть, скажем так, остановить этот процесс с позиции информативности для наших детей. И дай Бог, чтобы у нас было очень много единомышленников с точки зрения разработки совместных программ вовлеченности в профессии. Я рад, что таких единомышленников вы нашли здесь, у нас в Еврейской автономной области. Такую интеграцию, такую дружбу регионами можно только всячески приветствовать. И можно похвалить деловую Россию за то, что она ставит такие задачи. Из небольших, может быть, проектов достигаются главные задачи, глобальные, которые важны для нашего региона, для всей страны, для человека. Важнее ничего быть не может. И пусть этот проект реализуется и принесет те результаты, которые вы ожидали, и даже превзойдет все ваши ожидания. Редактор субтитров А.Семкин